Пенсионный фонд России ежегодно тратит на собственное существование свыше 100 миллиардов рублей. Это сопоставимо с бюджетами многих российских регионов, например, Алтайского края. В этом году пенсионный фонд потратит только на закупки для своей текущей деятельности без малого 30 миллиардов рублей. Это не только компьютеры и концтовары. Так, в 2017-м на командировки сотрудников фонда ушло 27 миллионов рублей, включая перелеты бизнес-класса для руководителя фонда, выяснил Центр антикоррупционной политики партии «Яблоко». Пресс-служба фонда объяснила командировки производственной необходимостью. Фонд также собирался потратить порядка 15 миллиардов рублей на информатизацию. Эти планы критиковала счетная палата, не получившая обоснования этих расходов. Тем временем фонд все-таки внедряет новые технологии. Три года назад он наконец перестал принимать отчетность на дискетах. До этого дискета была единственной формой подачи отчета в ПФР в электронном виде. На зарплаты своих сотрудников пенсионный фонд в этом году направит 85 миллиардов рублей. При этом годовой доход руководителя фонда Антона Дроздова заставляет почти 4 миллиона рублей. То есть порядка 330 тысяч в месяц. Это примерно 24 средние пенсии. Рядовые сотрудники ПФР, по словам самого Дроздова, получают около 30 тысяч рублей в месяц. Зато их много. В штате ПФР 114 тысяч человек. Это уникальный показатель среди развитых стран. В пенсионном фонде США работает почти вдвое меньше. В стране долгожителей, Японии, в 4 раза меньше. В Швеции всего тысячу человек. Российский пенсионный фонд в числе чемпионов не только по массовости, но и по неэффективности. В России на 1 миллион пенсионеров приходится 1925 сотрудников пенсионного фонда. В США обходится 9 сотнями сотрудников, в Швеции чуть более 600 сотрудников на миллион пенсионеров. При этом в России каждый сотрудник пенсионного фонда в среднем распоряжается выплатами 800 тысяч долларов в год. А в США почти 15 миллионами долларов в год. По итогам прошлого года Россия заняла 40-ое место из 43 возможных в рейтинге стран по качеству жизни пенсионеров. Продолжение следует...